Как долго еще будет фильм демонстрироваться именно на экранах кинотеатров? И когда он планирует появиться все-таки в интернет-формате, где его могут посмотреть остальные? Я, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что фильм и сегодня еще не особо кому надо, потому что интерес к фильму очень ограничен. О фильме никто бы не слышал, если бы не кинотеатры, никто бы его не хотел посмотреть. Вот есть прекрасный фильм, вы, наверное, помните, «Путешествие в рай» об Андреевском ските. Смотрели? К сожалению, нет, но... Ну, это прекрасное кино, на самом деле. И оно, видите, оно лежит на поверхности, его сразу сделали доступным, он никому не нужен, и никто о нем не спрашивает и не слышит. Потому что, ну, смотрите, здесь по кинопрокату здесь очень много. Я просто скажу сразу, потому что это очень важно, я просто скажу то, что я еще не сильно, немного говорил. С одной стороны, кинопрокат – это самая правильная точка кинотеатра, где нужно смотреть кино. Это и есть территория, где нужно смотреть кино, так же, как храм, где собираешься для совместной молитвы. Я с вами согласен абсолютно. То есть кино смотрится по-хорошему, конечно, в кинотеатре. Это правильное положение. Да, дальше. Кинотеатр – это... Я настолько люблю и уважаю людей, которые, например, покидают мегаполюс и едут жить на природу. Которые уходят со своих должностей для того, чтобы не потерять себя. Я сейчас пытаюсь шире посмотреть, не только на православное монашество. Которые уступают свои должности другим. Опять же, чтобы не потерять себя, уходят с каких-либо постов, которые останавливаются в бизнесе, останавливают свои размахи своего бизнеса. Опять же, чтобы не потерять себя. Тем более, я уважаю монашество в любых его проявлениях. Мы знаем, что люди, которые пытаются, прощаются с миром и жертвуют всеми мирскими привязанностями, они есть не только в христианстве, даже можно так сказать. Такие люди были всегда и в геудействе, и в христианстве тем более. И для меня та тема, так как я православный человек, тема православного монашества настолько мной уважительная. И настолько я уважаю каждого монаха, в зависимости от того, где он живет, в каком монастыре, какой образ жизни он выбрал. Киновиальный, идеоритмичный, келиотун. Без разницы. Для меня любой человек, который посвятил себя, принес себя в жертву Богу для того, чтобы найти себя на пространстве бытия, я настолько уважаю православное монашество, что я считаю, что такой предмет крайне достоин для того, чтобы он был в центральных кинотеатрах, чем и в самых центральных кинотеатрах. Ни где-то на задворках, ни где-то в сторожках, ни где-то в приходах. У нас сегодня не та ситуация, что мы должны смотреть это все в сторожках. И я считаю, что такой предмет должен быть на самой центральной культурной площади страны, нашего общества, где мы живем, вашего города, вашего пространства. Я считаю, что наш фильм самая прекрасная тема, которая может собрать христиан различных конфессий. Не то чтобы собрать, просто по-человечески собрать. Не для того, чтобы они там вместе молиться стали и так далее. Это прекрасная тема для православных, чтобы собраться, провести лишнее время, несколько часов вместе, о чем-то поговорить, выпить чашку чая. Это прекрасная тема для любых людей, культурологов, для историков, для любых людей, там, религиозных, любых конфессиональных, религиозных принадлежностей, взглядов, которые могут, благодаря нашему фильму, устроить в своем городе или деревне, где есть кинотеатр, праздник для себя. Устроить вот какой-то день праздник, праздник для души. И дальше. Мы год назад, то, что я мало говорю, год назад, мы встречались с фильмом и в семинарии, и на епархиальные собрания духовенства, и в монастыри, в различные большие, чтобы показать фильмы. Спрашивали, вот посмотрите наш фильм. И различные приходы. И вместо ожидаемых нами 500 человек, 200 человек, 300 человек, приходило 10 человек. Понятно, что Христос говорит, что двое или трое собранного имя Моим. Но сегодня, сегодня, то есть нас практически пинали ногами. И когда мы предлагали за 200-300 километров приехать, за своей техникой, за свои расходы на нас, все, показать фильм на собрании духовенства православного, ни в одной епархии, ни в две, целый ряд. И когда нам говорили, да нет, неинтересно, ну что там смотреть-то, и вообще-то, и все эти греки и так далее. У меня вообще не лежит территория, какая территория, какая национальность. Для меня есть монашество, независимо от того, если вот тема фильма «Монашество». Независимо от того, это Афон, я бы с удовольствием бы снял на тему монашества, какой-то другой монастырь бы рассмотрел, если бы нас пригласили, если будет раскладываться воля Божья. Но именно поэтому, поэтому в кинотеатрах, потому что это самое правильное, самое культурное. Кстати, дахиариты, вот, люди, они всегда говорили, что в интернет в последнюю очередь, пожалуйста. Дахиариты, я понимаю, короче, они первые посмотрели фильм вообще, в принципе, да? Да, они первые, такое было условие, они должны были посмотреть, что мы там наснимали, и дать ей тому зеленый свет. Конечно, мы удивились, что они ничего не попросили убирать, они ничего не попросили менять. И мы на наши вопросы удивление, что неужели ничего не будем врезать, они сказали, так это же было. Мы были, ну, я был шокирован многими моментами, которые там были. Но дахиариты, вы знаете, несмотря на то, что это люди не гаджетов, это люди не интернета, это люди, у которых нет там мониторов на рабочих, ну, хелек и так далее, им не нужно объяснять, что такое красиво и что такое интернет. И они вот понимают, что кинотеатр от интернета, вот эту разницу, просмотр фильмов в кинотеатре или в интернете, им не нужно объяснять. Они прекрасно понимают, что кинотеатр – это культурная площадка общества. Вот они понимают. И они хотели, на самом деле, они мне говорили, что, конечно, если ты сделаешь кинотеатр, так это вот очень здорово. Потому что кинотеатр – человек идет, человек настраивается, человек одевается правильно иногда. Ну, кинотеатр, к сожалению, перестали одеваться правильно, как в театр. Но человек идет совершенно с другим настроением. Он садится, пришел, более того, там собраны люди, которые так же, как и ты, пришли для одного и того же, как мы на литургию собираемся, для одного и того же. На работу, на спорт, на кино. Все с одинаково настроенными струнами, на одинаковой волне находятся, как в радио. Поэтому это очень здорово. Выйдет фильм, конечно, онлайн. Конечно, у нас эта вся пандемия очень сильно, грубо говоря, подломила. Современным таким словечком. У нас должен был быть прокат и в Греции, и в Испании, и в Италии. Во Франции масштабный должен был быть прокат фильма. В Румынии, в Болгарии. Греция ждет, дорогие мои все тут русские слушатели. Греция ждет терпеливо. В Греции не было показа фильма. И вы должны понимать, как они ждут. А Старта Григория знали очень многие в Греции. И я представляю, какой бы и мы как хотели этого. Потому что фильм вызовет там резонанс. Мне кажется, даже похлеще, чем он вызвал в России. В смысле того, что... Интересно, что вы скажете. Но мне кажется, что там просто не ожидают именно вот такого посыла об афонском монашестве, который есть в нашем фильме. Потому что то, что мы видим, то, что снимается, оно все снимается, все-таки такое красивенькое, такое лубочное. И я думаю, что все-таки никто не ждет этого фильма в Греции в таком преломлении, в котором его там увидят. Нам самим это все интересно. Я думаю, что в апреле месяце, вероятно, фильм увидят. Но, опять же, если в Грузии откроются кинотеатры, и если мы сможем достучаться, а наш кинопрокат, поверьте, это все... Вот мы и прокатчики, и в России, и в Украине, стоим на паперке со склоненными головами, как нищие последние, как бомжи, которых кинотеатры бутсают ногами просто. А те, которые нас берут, которые соглашаются, можно сказать, мы просто им очень благодарны. И они оказываются очень благородными людьми, которые... Ну вот если брать по масштабу, так и есть. То есть те кинотеатры, которые показывают наш фильм и в Украине, и в России, и в Беларуси, в Беларуси почти больше показывают, чем где-либо. Ну, более масштабно. Но те кинотеатры, которые соглашаются, это очень благородные люди, которые на этого бомжа, на нас с прокатчиками, не сверху смотрят, а поворачивают к нам свое лицо. И мы крайне благодарны и верим в будущее нашего общества в том смысле, что если все-таки вот так, то есть какие-то надежды. Вот в Ковеле у нас на Украине поставила женщина в Ковеле-Варыши, директор кинотеатра, на три недели ежедневно. Это было ее решение. И она понимала, что не будут полные залы, что из-за того, что три недели, а не один раз в неделю, то... Ну, она говорила, людям-то удобно, пускай люди смотрят. А в Воронеже директор кинотеатра «Спартак» поставил фильм на три недели, на 20 дней, 9 сеансов в день. И он так, прокатчики ему говорят, слушай, ну зачем 9 сеансов? Он говорит, ну людям удобно, пандемия сейчас. Ну, пускай там два человека в зале, 10 человек. Ну, ничего. То есть повернулся к людям лицом. И это еще одна часть кинопроката, что благодаря нашему фильму люди собираются, люди учатся друг с другом говорить, друг друга спрашивать, верить в то, что они могут быть услышанными. Это тоже для меня очень важный момент. И верят в то, что все-таки свету и добру быть в нашем обществе. Поэтому здесь очень много на самом деле. Очень тот вопрос, вот есть, поступил. Ну, очевидно, если вы сказали, что в разных странах он будет, значит, вы хотите, что он прокат пошел, он переведен, есть переводы на разные языки, я понимаю. Мы есть переводы, дальше мы продолжаем, вот сейчас и на грузинский, и на немецкий, и на французский, на итальянский, на испанский. Ну, да, мы занимаемся этой работой, это не просто перевести, это на самом деле титанический труд, потому что, ну, вы это видели, вот, и слышали греческий, ну, насколько это сложно. Например, в одном моменте, когда Геронда говорит монаху, он говорит, скажи миру, мы там переводим, попрощайся с миром. Или умри для мира мы перевели. Ну, долго сидели над этим моментом. И над всем фильмом... Сложности перевода такие, я не знаю. Два дня с разными переводчиками. Геронда, на самом деле, говорит ему, скажи миру, телиэсэ, скажи миру, свершилось, то, что Христос произнесел на нашем крыше. Это последние слова Христа перед смертью. Свершилось. Совершилось, по-славянски. И Геронда ему говорит, скажи миру, совершилось. Ну, вот кто поймет по-русски, скажи миру, совершилось? Ну, подумает, здесь речь идет о смерти. И вот тоже, попрощайся с миром или умри для мира. Умри для мира не будет понятны для многих нецерковных людей. Умри для мира, понимаете? Для какого мира? Что такое? Многие подумают, что мир идет от твоей души, мир. Ну, в общем, мир тоже сейчас же не пишется через две разные буквы, как в славянском языке. И Ирине Козмос, два реческих слова, обозначающих разное. А в русском языке мир-то он и такой, и все, мир, понимаете, с одинаковым написанием. Поэтому много было моментов. Конечно, на украинский, когда пришли, то там уже попрощайся с Свитом. Ну, тоже вообще нельзя так уже переводить. И вот здесь, конечно, представляете, что нас ждет, то есть нам нужно подготовить, и мы подготовили такую таблицу, где есть английский, где есть русский, где есть греческий. И, конечно, для нас очень важно, если бы переводчик понимал и греческий, и английский. Или, по крайней мере, мы пообсуждали некоторые моменты, там, 20 моментов, которые у нас на повестке, как это будет звучать на том языке. Очень детальная работа, огромная. Сербский и голландский язык спрашивают еще. Будет на сербский и на голландский? Сербский будет однозначно. Там опять стремится вопрос, для хорватов нужно ли, то есть, насколько сербский все ли понимают, на территории, там, в Осне, там, понимают. Ну, в общем, будет на сербский перевод почти, ну, готовиться, и голландский. Ищем переводчика, переводчика нет пока. Не хотелось бы переводить с английского. Нам надо переводить, чтобы был перевод все-таки от человека, который знал греческий, греческий, английский, или чтобы переводчик знал греческий и русский. Мог перевести, и чтобы для него был родным тот язык, на который он будет переводить. В общем, ну, ищем таких людей через людей, которые учились в салониках и так далее. Ну, в общем, работаем. Опять же, еще тема многих такой церковного фактора. Многие слова для светских переводчиков. Это немножко сложноватый такой текст, сложноватые посылы там и так далее. Поэтому, ну, ничего, работаем. В онлайн фильм, конечно, выйдет. Я очень надеюсь, что даже после онлайнов будут запросы на кинотеатр. Нам точно это будет прибавлять только работы абсолютно, которая будет, никогда не покроются те физические затраты, силы, которые будут потрачены на это. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы, я надеюсь, что люди захотят его смотреть на кинотеатрах даже после того, когда увидят на мониторе. Ну, многие, я смотрел, подписчики даже, которые отписались, они даже не по одному разу настолько, в общем-то, фильм поразил, что были люди, которые приходили еще раз смотреть. Дмитрий Дюжев смотрел два раза фильм. Я бы тоже с удовольствием посмотрел два раза, потому что какие-то моменты, особенно потому что, вот, я понимаю, что там много цитат таких, именно, да, от отца Григория, чтобы, как бы, все это еще, знаете, как бы, повторение мать учения. Я немножко, кажется, даже упустил. Фильм такой, действительно, не для одного просмотра, чтобы уже можно было увидеть какие-то еще такие детали. Вот. Вот. И есть такой еще, отец, вопрос, часто задаваемый. Это, я знаю, что есть алгоритм. Вы там у себя в аккаунте, значит, его описывали, как людям организовать просмотр в своем городе, да, должна быть инициативная группа там выдвинуться. Вы могли бы это сказать сейчас, так пояснить. Да, 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 пожалуйста. Смотрите, если вы приходите, если в вашем городе нет фильма, вы приходите в кинотеатр и говорите, я хочу фильм. Никто вас так не услышит. К кинотеатру нужна рентабельность. К кинотеатр 50 или 60 процентов от стоимости билета забирает сразу в кинотеатр. И кинотеатр у него, это большое помещение, сразу скажу в их защиту пару слов, это большое помещение. Это огромное количество людей, которые там трудятся. То есть это фирма, у нее есть расходы. И, естественно, они зарабатывают не просто кинотеатры, я вам скажу, что я столкнулся с тем, что я тоже себе представлял раньше, что кинотеатры, значит, у них все без проблем, ничего подобного. Многие кинотеатры выживают, как и многие предприниматели и так далее. Поэтому кинотеатры всегда преследуют рентабельность. Им нужно, чтобы залы не были пустые. Поэтому нужно приходить с вопросом, что мы хотим. Нужно сначала подумать, сколько у тебя есть твоих единомышленников, которые хотят посмотреть. Опять же, нужно понимать, что это только ядро. Что это вот не просто вы пришли, узнали в кинотеатре, а сколько у вас там, самый малый зал. Они говорят вам, там, 30 человек. Вы собрали 30 человек, взяли, купили все билеты и все. Ну, можно и так поступить. Но тогда не будет ни масштаба, ни праздника. Вы не сможете запустить маховик в городе и не дадите другим возможности посмотреть, и другие будут вынуждены пройти такой же сложный путь, если захотят посмотреть фильм в кинотеатре. Мы сейчас говорим о кинотеатре. Если правильно запускать маховик в своем городе, то его нужно запускать следующим образом. Найти в первую очередь тех людей. Это люди культуры. Это люди религии. Это люди, конечно, фильм кому близок. Фильм близок любому человеку, который ищет себя. Это фильм близок людям культуры, фильм близок людям кино, фильм близок фотографам, фильм близок стилистам, дизайнерам. Фильм близок тем, кто интересуется историей. Или фильм близок тем религиозным пластикам. Это в первую очередь христианские. У вас в городе наверняка есть разные общины, разные люди, даже если это не с вашим. И вы нужно собрать сначала вот такую как бы аудиторию, хотя бы оповестить их. И дальше, ну это через, опять же, может быть, через Инстаграм, через Фейсбук. Вы можете создать группу, кто готов, кто хочет. По-разному это бывает. И тогда уже обращаться в кинотеатр. И тогда уже кинотеатр просить поставить не просто один показ. Хотя кинотеатр, если не было показано, скорее всего, согласится на один показ. Если он видит, что показ был хотя бы на 80% востребован по заполняемости, допустимой заполняемости зала, то они согласятся на дальнейшее, если они опять же увидят, что есть такой зрительский спрос. То есть, на самом деле, если правильно запустить Махарит, то в любом даже маленьком городке такие можно с кинотеатром выйти на условие, что показ будет ежевоскресно на протяжении месяца или двух. Кинотеатр будет добавлять потом сам эти показы. Но я бы сразу предлагал бы вам вырабатывать после того, когда кинотеатр идет вам навстречу и готовы поставить не один показ. Я бы предлагал схему, например, среди недели вечером, среда вечером и воскресенье днем. Два показа в неделю. Ну, тут мы говорим про небольшие городки. Два показа в неделю и говорить с ним, чтобы таких показов было хотя бы две-три недели подряд. Тут все зависит от того, сколько вас, сколько есть людей, которые желают. Но до того, даже как говорить с кинотеатром, нужно провести некоторый опрос. Время пока есть. Должен вам сказать точно, что мы до апреля точно не уйдем онлайн. Может даже и до мая. Нам самим нужен онлайн, если честно. Совсем вот так честно вам сказать. Мы онлайна ждем, знаете, как с моря погоды. Больше, чем все те, кто нам пишут. Нас там оскорбляют, пишут всякие гадости, если честно. Мы к этому готовы. Мы просто все эти гадости блокируем. Нам это неинтересно. У нас разные задачи. Те, кто пишут гадости, они или не хотят фильм смотреть, или мстили. А у нас задача, чтобы люди смотрели фильм. Мы уверены в том, что мы подаем. И уверены в своих шагах. И уверены в том пути, который мы выбрали. Но кинопрокат, кинопрокат это не просто доход. Кинопрокат это в первую очередь расход. У нас еженедельный расход на содержание кинопроката. И у нас, и у прокатчиков. Почему, спросите, нет объемной рекламы? Объемная реклама, возможно, когда есть зритель. У нас в России 38 тысяч за 5 месяцев кинопроката. Это на самом деле для документального кино. Это невероятный срок. То есть это очень много. 5 месяцев. Но и большое число зрителей все-таки 38 тысяч. Но нам нужно этот кинопрокат тянуть 5 месяцев. И 38 тысяч зрителей, это дебет с кредитом, знаете, очень сложно свести. Одна минута нормальной рекламы на телевидении стоит где-то там 3 тысячи зрителей и больше. Смотря какой телевидение, смотря какой телеканал. Наши показы кинотеатры ставят для нас самих внезапно. То есть нам никто не говорит, вот ваш фильм покажем в феврале, 4 воскресенья в феврале подряд. Все кинотеатры России. Вот если бы так с самого начала было, фильм будет показан в ноябре, в декабре. По воскресеньям 8 показов в каждом городе или 3 месяца. Запускаете рекламу, все знают, что воскресенье в городе, в любом кинотеатре. Но такой ситуации у нас нет. Поэтому приходится каждый раз информировать зрителей городов о том, что будет такой показ. Поэтому мы на самом деле это все в ручном режиме. Мы очень устали. Все и прокатчики, и производители фильма. Мы находимся в состоянии, когда ждем онлайнов, где так трудиться много не нужно. И онлайн будет платным. Платным он будет, никто не собирается. Все эти платные онлайны, они по допустимым ценам. Это чашка одного кофе и так далее. В общем, я не вижу никакой проблематики. Но я могу точно и откровенно сказать, что все бесплатное, это все безобразие, на которое люди не приходят. Я приду в следующий раз, ничего страшного. Человек должен хотя бы заплатить за фильм, за чашечку кофе. На всяких тех, там вот это нам пишут, тут всякие вещи, что на этой теме нельзя спекулировать и так далее. Еще всякое, что мы зарабатываем. Во-первых, те, кто издают Библию, я что-то не слышал никогда, что вот, зачем вы Библию продаете. Издатели издают Библию. Все покупают с благодарностью, приносят эту книжечку домой и смотрят. Точно так же, как, например, книга «Не святые, святые», прекрасная книга. Я тоже купил мне в голову. Я же не говорю, ни разу мне в голову не приходилось сказать, вот они сколько тиражей издали, сколько денег они заработали. Трудящийся, достоин пропитания. И ничего, здесь никто не загибает какие-то суммы за билеты. Более того, нам это очень понравилось в кинопрокате нашем. То есть кинопрокатчик, ни производитель не устанавливает цену билета. Цену билета устанавливает кинотеатр. И нам очень понравилось в кинопрокате, что, вот, например, в Курске пришла молодежь в дирекцию кинотеатра. И договорилась о том, что группе молодежи от 20 персон, любой группе, билеты по 100 рублей. И когда дирекция кинотеатра спросила наших прокатчиков, они с радостью на это откликнули, что, пожалуйста, главное, чтобы люди кино смотрели. И все. И тут, как бы, в наших городах Украины еще дешевле все было иногда. То есть билета было меньше одного доллара. И ничего, никто от этого, никто вообще об этом не думает. Ни мы, ни прокатчик. Несмотря на какие-то там пожелания. В общем, это все вот такое. Поэтому очень нравится то, что есть между людьми, есть между людьми вот это общение. Между зрителем кинотеатра. Что вы можете пойти и поговорить с кинотеатром. Сделайте нам ступку, сделайте нам сцену. Давайте сделаем групповой показ. Давайте сделаем праздники. Ну, класс. Ну, к этому хочется. Спасибо. Спасибо.